То, что позволяет себе Кадыров, путинской России не разрешено никому. Одиозный глава Чечни разрешил силовикам вершить кровную месть в отношении родственников убийц. На совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии Республики Кадыров заявил, что чеченские силовики не должны оставлять безнаказанными людей, совершивших убийство. Но если преступников не найдут, то за их действия придется поплатиться родственникам. Фактически он заявил о допустимости убивать родственников тех, кого обвиняют в преступлении. Глава региона выступил на чеченском языке. По сути дал приказ, что если кто-то совершит преступление и убьет кого-то из числа кадыровцев, то эта смерть обязательно должна быть отомщена. Если не получится найти самого виновного, то обязательно найдут его родственников. А когда найдут родственников, то нужно кого-то из семьи застрелить. Брата, отца, не важно. Главное – воспользоваться правом кровной мести. Вот они испытывают, они просто из дня в день, от действия в действие показывают российскому сообществу, что Россия, вот эта русская и Россия исламская – это разные космосы. Они просто, ну, я бы сказал, формируют в сознании простого российского населения мысль о том, что сожительствовать они долго не могут. Они должны разойтись. Кадыров сетует на то, что сейчас невиновные мирные жители начали отказываться от своего родственника, если тот совершил ужасное преступление. Он говорит, что такое больше не работает. При этом, по словам Кадырова, силовики будут держать на особом контроле вопросы противодействия экстремистской и террористической пропаганде. Ранее Кадыров заявлял, что кровная месть – это не пережиток Средневековья, а единственный максимально действенный инструмент сдерживания агрессии безрассудства, который сводит на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства. Эта игра очень, кстати, такая, ну, больше, я бы сказал, троллинг Кремля. Дело в том, что в Чечне, и не только в Чечне, давно заметили, что игры, например, в шариатской правосудии, она, эта игра, по сути, показывает слабость центральных властей. И то, что делает Кадыров, он сейчас играет в цементирование через шариатское правосудие, через исламский банкинг, сейчас вот это через кровную месть. Он играет в сценарий цементирования исламских регионов. Он хочет синхронизировать лидное поведение исламских регионов в России. И, по сути, делает себя главным спикером этого сообщества. У власти Рамзан Кадыров без малого уже 20 лет. И все эти 20 лет правозащитники обвиняют его, его охрану и приближенных к нему чеченских силовиков в систематических убийствах без суда и следствия, как на территории республики, так и за ее пределами. В пытках, похищениях людей и фабрикации уголовных дел о терроризме, когда как раз под предлогом ликвидации боевиков проводились расправы над невинными людьми. Кремль пока рассчитывает на Кадырова как на главного полицейского, который будет в случае восстаний таких в регионах, будет подавлять эти восстания. Ведь все эти чеченские войска – это подразделения Росгвардии, это полицейский контингент, это не воинские, не армейские подразделения, это жандармерии. Поэтому Кремль все еще рассчитывает использовать... Ну, кстати, Кремль и сейчас пользует Кадырова и кадыровских бандитов очень успешно при перераспределении активов. Именно они, вот, главная рейдерская сила, которая за определенную езду обеспечивает переход активов или выбивание долгов. Что такое кровная месть с юридической точки зрения даже для такой страны, как Россия, где не действуют никакие законы. Во-первых, противоречит Конституции России, согласно которой каждый человек имеет право на жизнь и никто не может быть наказан без решения суда. Во-вторых, убийство по мотиву кровной мести рассматривается как преступление, соответствующее пункту уголовного кодекса. Кадыров на самом деле в очень сложной ситуации, потому что только ослабевает Путин, Кадырова никто не прикроет. Даже эти 20 тысяч его, ну, уже даже почти 30 тысяч вот этого жандармского корпуса, который он держит. Дело в том, что их же много погибло в Украине. Их погибло только в Буче, где-то 400 человек погибло. И там кровная месть, как бы, ну, сигнал хороший, только кровная месть может прилететь и... Юристы и правозащитники называют заявление Кадырова беззаконием. Даже говорить такое уже преступление. И в нормальном правовом государстве такое высказывание должно быть наказуемо. Любому другому человеку в России впаяли бы уже тюремный срок, но не Кадырову. Глава Чечни ранее неоднократно делал заявление, которое, по мнению юристов, нарушают российские законы. Однако никаких последствий они не имели. Вспомните, пожалуйста, несколько лет назад было такое же самое заявление, когда попытались приехать российские силовики в Чечню и провести задержание какого-то бандита, задержание человека. Кадыров произошел не на шутку, он кричал, он выражал своим силовикам, что если к вам приехали представители правоохранительных органов другого субъекта федерации и с вами это не согласовали, открывайте огонь в ответ на поражение. Я разрешаю. Кто-нибудь ничего не возразил. Вот так он захотел. Вот так ему все прощается. Еще раз, проведению Чечни позволяется намного больше, чем среднестатистическому главе другого региона и даже больше, чем многим министрам Российской Федерации вместе взятым. В октябре 2023 года после антисемитских погромов в аэропорту Махачкалы Кадыров призывал убивать людей, участвующих в массовых беспорядках. Сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требования закона, четвертый выстрел сделайте в лоб, говорил он силовикам. Но в Кремле сделали вид, что ничего не произошло. Ичкерия после поглощения России, после падения Ичкерийского государства, она использовала российские деньги для формирования абсолютно антироссийского сознания. На российские деньги. И самое главное, что на эти же российские деньги она проектировала такую исламскую модель государства на определенную часть Российской Федерации, на ту часть, которую исповедует ислам. Российская власть молчаливо проглотила и опубликованное Кадыровыми в сентябре прошлого года видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавля. Фактически, Кадыров-младший совершает самосуд. Этот инцидент вызвал возмущение даже у зет-патриотов и российских военкоров. Но в Кремле это событие по существу так и не комментировали. Хотя правозащитники считали, что только за распространение этого видео Кадырова можно привлечь к ответственности, как минимум по 9 статьям российских законов. По словам кремлевского ставленника Чечни, он изначально знал, что Адама накажут за избиение. Избив молодого парня в СИЗО, на тот момент 15-летний Адам, как считает Кадыров-старший, получил возможность успокоить свою душу. Органы и суть не стали привлекать его к ответственности. А значит, и чеченские власти не должны сами двигать такое решение, заявил Рамзан Кадыров. Вместо наказания Адам Кадыров получил 9 медалей и орденов. В частности, медаль Героя Чеченской Республики, Орден за заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой, Орден Дулсык, Дружбы и другие. В своем большинстве это награды от мусульманских республик и псевдо-республика России. Мы, по сути, наблюдаем одна плоскость коммуникаций, исламская, для части регионов Российской Федерации, вторая – тюркокультурная. И вот эти наслоения, они создают, по сути, коммуникацию, которая очень легко в один момент откажется от коммуникации с Москвой. Мы наблюдаем, как Кадыров выстроил коммуникации с шейхами. Это очень, кстати, очень серьезная коммуникация. И Путин может, конечно, руководить этой коммуникацией и рассказывать всем, что это он поручил Кадырову. Но Путин же не понимает менталитета исламского. А Кадыров его понимает. Еще Кадыров захотел решать вопросы, которые в исключительной компетенции Кремля. Глава Чечни предложил освободить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он сообщил в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном, куда приехал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Пленный дом у нас находится. Мы хорошо обращаемся с ними, потому что они бедолаги, они не виноваты на самом деле. Не виноваты моя мама, и жена, и дочеря, и премианники мои. Если им важна жизнь этих людей, если они хотят объединить всеми, если они вот такие хорошие патриоты, пусть поменяют на санкции своих солдат. На инициативу Кадырова в Кремле в очередной раз не отреагировали. Его заявление осудили разве что прокремлевские военкоры. Все хорошо в этой новости, просто прекрасно, даром, что азиатчина чистой воды и жонглирование живым товаром. Плохо только одно, снова в России наблюдаются попытки быть выше государства. Открыто и демонстративно написал военкор Юрий Котенок. По мнению военкора комсомольской правды Александра Коца, Кадыров затеял какой-то сомнительный торг. Военкор Первого канала Ирина Куксенкова написала, цитирую, «Меня уже давно ничего не удивляет и не возмущает. Ну что поделаешь, ничего». Это откровенный троллинг, потому что он говорил про коней. Давайте поменяем коней на людей. Ну, это, конечно, в стилистике шейхов арабских. Ну, где шейхи, а где Кадыров? Он там сбоку припек, но он, в принципе, создает иллюзию, что он может быть очень влиятельным и важным именно в коммуникации с арабом. Но ведь в коммуникации с турками у него уже хуже получается, потому что в Турции именно ичкирийская диаспора, антипутинская, очень неплохая, сильная. В итоге Кадыров назвал свое предложение толстым троллингом. Мол, сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. Очевидно, что штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут, оправдывался Кадыров. Ничего он не шутил. На самом деле он хотел снять санкции, потому что денег у него много, но он залез, вернее, денег много у него, у его семьи, он хочет их тратить, хочет, чтобы семья наслаждалась, санкции мешают. И поэтому он пошел. Это же не вабанк, он просто глупый. Он глупый, он дурак, он неотесанный, он неумный правитель такого средневекового царства. Но на следующий день он был очень, я так понимаю, жестко отдергнут Кремлем. В конце прошлого года с Грозного поступил тревожный для Кремля сигнал. Там пожаловались на нехватку денег. Председатель правительства региона Муслим Хучиев небезведомо Кадырова заявил, что республике не хватает средств на развитие социальных объектов и выплаты зарплат бюджетникам. Это несмотря на ежегодные дотации в десятки миллиардов рублей из федерального бюджета. Это такой себе намек. Лояльность к Кремлю имеет свою цену. Это такой шантаж себе. Не готов сказать, как он угрожает, что мы отвернемся куда-то. Отворачиваться, по большому счету, некуда особо. Могут и прихлопнуть, как Евгения Прихожина, могут и взорвать. Да, через боль, через слезы могут и взорвать. Но не хотелось бы, потому что он держит Северный Кавказ со своим кланом. Не хотелось с ним так расправляться. Я думаю, он аккуратно вымагает, как эскортница у Папика. Да, дай мне денежки, пожалуйста. Ну, как бы подразумевая, что могут быть какие-то последствия, но не называя. Просто просит, настойчиво просит, жалуется, слезно просит. И Сюзиен Папик выделит денежки на содержание. Кадыров пользуется нерукопожатностью Путина. Путин загнан в угол. И Кадыров в этой ситуации дозагоняет его в угол, чтобы содрать с него каких-то денег дополнительных. То, что дозволено сегодня Кадырову, не позволено никому другому в России. Своими выходками он любит пошатнуть башни Кремля. Адиозный глава Чечни подходит к красным линиям, но не переступает их. Кадыров верный пес Кремля. Он кушает с руки Путина. И вряд ли готов навредить своему хозяину. Он верой и правдой служит диктатору. Хотя и использует его в собственных целях.